Путешествуй в пространстве. Это, наверное, один из самых крутых слоганов для автомобиля, которые я слышал за последние пару лет. В двух словах заключено и основное предназначение автомобиля, и основное преимущество. Это вам не шуточки про невесту. Привет, друзья! Сегодня предлагаю осмотреть семейный универсал Skoda Superb Combi. Дизайн экстерьера Skoda Superb Combi лично мне нравится. Но вот есть один нюанс. Представьте на минуту, что вы три года назад видите вот такую боковую прорисовку. Как вы ответите на вопрос, что это за автомобиль? Лично я не моргнув глазом, сказал бы, что это Audi. Видимо, дизайн Skoda решил перескочить через Volkswagen и сразу дотянуться до премиальной нотки в ад. Тем не менее, это их внутренние терки. А если коснуться исключительно визуальной составляющей, то эти острые ребра создают ощущение силы и стремительности, а машина целиком производит впечатление изысканной и завершенной скульптуры. Интерьер продолжает идею унифицированного VAC. Многие здешние элементы знакомы владельцам Volkswagen и Audi. Но опять-таки, не будем вдаваться в философские рассуждения, хорошо это или плохо. Давайте смотреть на вещи без брендовых предрассудков. И если так, то общий вид интерьера мне тоже нравится. Хорошее рулевое колесо, точные линии изгибов пластиковых панелей, современные решения с подсветкой. По большей части, удачное расположение всех элементов управления функционалом. Эргономика переднего ряда сидений в порядке. Здесь есть полный спектр электрических настроек кресла с памятью и механические настройки руля по вылету и по высоте. Могли бы стырить у Volkswagen функцию массажа для кресел, но не стали. Органы управления все находятся на своих местах, все привычные. В общем-то, тут с этой точки зрения все очень хорошо, так же, как и в Volkswagen. Качество материалов отделки интерьера, ну, хорошее. Но так далеко не во всех автомобилях. В стартовых комплектациях все выглядит победнее, в отличие от вот этого нашего тестового автомобиля, который по части отделки салона в топе. Головное устройство в богатых комплектациях обладает экраном 8 дюймов, реагирующим на прикосновения. Интерфейс простой, понятный. Картинка четкая, есть возможность синхронизации головы со смартфонами при помощи систем Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink. Навигация, камеры заднего вида, радиоприемник и медиаплеер. Все присутствует. Претензия только одна. Расположение не самое удачное. Было бы здорово расположить экран повыше. Задний ряд посадочных мест прекрасен. Если верить сайту Skoda, то пространство по ширине сзади больше, чем спереди. База автомобиля 2,8 метра. Пространства для ног просто вагон. Должно хватать абсолютно всем людям любого роста. Пространство над головой тоже полный порядок. Наклон спинки очень даже неплохо. Есть, естественно, стеклоподъемник, кармашек. Но теперь вещи поинтереснее. Подлокотник, подстаканник, подголовник, подогрев с тремя режимами работы. Отдельная климатическая установка для задних пассажиров. И есть USB разъем. Розетка 230 вольт и розетка 12 вольт. Очень даже неплохо. Я бы здесь провел несколько часов с большим комфортом. А может и больше. Багажное отделение большое. Автомобиль Skoda Superb Combi по заявлению производителя является непревзойденным по полезному пространству в классе. Что ж, я бы сказал, что так оно и есть. Объем багажника 660 литров. Если сложить диван, то по диагонали можно запихнуть бревно длиной в 3 метра. В Skoda Superb Combi в России доступны следующие модификации. 1.8 TSI 180 лошадиных сил на механике и на переднем приводе. Все то же самое, только коробка 7-ступенчатый робот DSG. Есть двигатель 2 литра TSI на 220 лошадиных сил с 6-ступенчатым DSG и на переднем приводе. И есть автомобиль 2 литра TSI на 280 лошадиных сил с тем же 6-ступенчатым роботом, но на полном приводе. Мы едем кататься на автомобиле с 2-литровой установкой, мощностью 220 лошадиных сил, 6-ступенчатая DSG, передний привод. Динамика 2-литровой установки с заявленной мощностью в 220 лошадиных сил вполне презентабельна. Вы будете уверены при обгонах, а иногда можете себе позволить даже пошалить. Тормоза весьма хорошие и способны уверенно и ровно остановить автомобиль массой 1600 килограмм. При этом полезная энергия торможения при помощи системы рекуперации будет частично переработана в электрическую и отправлена на нужды систем машины. Подвеска адаптивная и обеспечивает как максимальный комфорт, сравнимый с морским лайнером, так и достаточно собранное ожесточенное поведение в режиме спорт. Просвет составляет 164 миллиметра и есть модификация с передачей момента на задние колеса через муфту. Это, конечно же, не заявка на внедорожность, а скорее перестраховка на зиму. Управляемость достойная. Не могу сказать, что от рулежки получаешь какое-то особое эстетическое удовольствие и каждый маневр запомнится вам надолго, но информативность баранки на твердую 4 с плюсом, крены кузова не критичны и для уверенной езды тут все предусмотрено. На парковках руль, как и положено, становится легким и протискиваться среди стальных коней можно не напрягаясь. Расход топлива в смешанном цикле при агрессивной манере езды у меня получился порядка 10-11 литров. При спокойной езде можно укладываться в 8 литров. Для этой мощности расход более чем достойный. С точки зрения безопасности в Skoda заморочились и кроме сверхпрочной клетки кузова и разнообразных подушек безопасности и шторок безопасности есть еще и некоторые электронные системы. Система предотвращения заноса, система контроля слепых зон, система предупреждения водителя о возможности столкновения, адаптивный круиз-контроль, система преднатяжения ремней безопасности в случае опасности. Система контроля усталости водителя, система экстренной остановки, если водитель не в состоянии продолжать движение. Машина проверяет, реагирует ли водитель на какие-либо ее сигналы и если нет, сама останавливает автомобиль. Система, противодействующая движению после ДТП. В случае, если сработали подушки безопасности, автомобиль не будет сдвинут с места, потому что электронная система заблокирует тормоза. Ассистент при движении в плотном потоке, который совместно с системами удержания полосы движения и адаптивным круиз-контролем превращаются просто в автопилот при движении в пробках. Парковочный автопилот, адаптивный свет, система помощи при движении на подъем, ассистенты при выезде задним ходом. В общем, безопасности много не бывает. Бывает мало денег на безопасность. Почти 2 миллиона рублей. Это стартовый ценник за Skoda Superb Combi с двигателем 1.8 на моноприводе, на механической коробке передач, с самой пустой отделкой интерьера, без всяких прелестей мультимедиа и качественных материалов. 2 миллиона 622 тысячи рублей. Это финальный ценник за Skoda Superb Combi в комплектации или можно даже сказать в специальной версии Lauren & Clement, с прекрасной коричневой либо бежевой кожей, с шилдиком на борту, со всеми прелестями мультимедиа, двухлитровый двигатель на 280 лошадиных сил, DSG, полный привод. Это самый фарш. На кого стоит еще посмотреть? В России среди универсалов в этом классе и ценовом сегменте конкуренция, в общем-то небольшая. Skoda Superb Combi будет конкурировать со своим, по сути, братцем Volkswagen Passat в исполнении универсал, Subaru Outback и Hyundai i40 Wagon. Все остальные конкуренты универсалы сильно премиальные и там очень сильно выше цены. Лично мне данный автомобиль понравился и если всеобъемлюще осознавать предназначение этой машины, то можно увидеть, что авто со своим предназначением прекрасно справляется. Путешествуй в пространстве. Я бы еще добавил всей семьей и слоган сразу стал бы банальным и куда менее крутым. Десятиминутный регламент подходит к концу. Если хотите знать все-все-все, следуйте вниз, разворачивайте описание и там ищите ссылку на подробный тест-драйв автомобиля Skoda Superb Combi на Cars Guru. На сегодня у меня все. Здоровья вам и удачи. Подписывайтесь на канал. Впереди много тестов интересных машин. Пока!